всем привет друзья и гости моего канала рада вас приветствовать сегодня я вам покажу один из вариантов приготовления казалось бы банальный салат оливье да но допустим на новогодние праздники на новый год в частности мы не представляем наш стол без этого салата как только его не готовит вроде бы как он уже поднадоел кажется банальщина сейчас масса вкуснейших салатов разных разнообразных но оливье все равно я считаю на новый год это король стола приходят гости и первым делом они глазами что ищут оливье но по крайней мере мне так кажется поэтому хозяюшки изощряются из курицы и с языком что только туда не добавляют заменяют колбасу что-то где-то разные ингредиенты используют но все же для меня это вот такой вот стандарт вот набор продуктов которые вы видите но сегодня досмотрите рецепт до конца он будет немного приготовлен по-другому он получается более нежный более воздушный и когда гости будут искать глазами у вас в гостях салат оливье и его не найдут вы покажите вот он вот он он приготовлен по-новому им сто процентов понравится значит для меня это вот такие основные ингредиенты колбаса колбаса докторская не докторская уже да кто что можно какие-то молочные сардельки вкусные говяжьи сардельки ну вот я беру докторскую колбаску далее конечно же отварные яйца отварная картошечка морковочка я друзья добавляю сюда лук немного репчатого лука это на любителя мне кажется он вполне классно здесь в этом салате подходит да и сочетается не любите не добавляйте это уже индивидуально можно заменить и будет более нежно если у вас есть зеленый лучок он не такой острый да далее горошек конечно же какой же салат оливье у нас без горошка и огурцы здесь уже тоже каждая хозяюшка выберет для себя использовать либо маринованные либо квашеные но для меня салат без квашеных огурцов если заменить на маринованные это немножечко не то огурцы у меня такие видите немножко великаны так сказать но это свои домашние на и вкуснейшие на и хрустящие квашеные как бочковые такие вот огурчики есть на канальный рецепт кому интересно заходите много консервации которые я заготавливаю летом но горочек горошек консервированный в принципе можно зелень тоже добавить по вкусу или украсить зеленью это уже такое так в чем же необычность этого салата а в том что ингредиенты казалось бы вроде бы как те же самые но он у меня будет слоями и не нарезан кубиком как мы привыкли до его измельчать а он будет натерт на терке то есть все с помощью терки тем самым он получается нежный и воздушный вот в этом его и отличие и поверьте в таком виде гости по-любому заценят этот салатик и так смотрите что касается формы у меня друзья вот такая вот форма это обычная форма разъемная для запекания я убрала дно она мне не нужно вот и именно вот так вот что-то попало на тарелочку убираем видно какая-то выпечка плохо помыла на то такое все хорошо вот значит с одной стороны такая выемка вот так она вообще ставится но это выемка нам будет мешать и не знаю как и назвать впадинка я переворачиваю так верно и именно сюда буду выкладывать свой салатик слоями если у вас нет такого кольца такой формы не отчаивайтесь вы просто берете блюдо на который вы будете формировать салат и просто натираете слоями а потом просто вы можете ложечкой подправить придать форму сверху вы уже будете допустим смазать майонезом уже подровняете и все у вас тот же самый слоеный салат у меня есть кольцо я буду делать в кольце устанавливаем ровненько на серединку и первым слоем смотрите друзья у меня пойдет именно картофель но прежде чем начать совсем забыла вам сказать за еще один самый основной здесь ингредиент это конечно же майонез что же за оливье без майонеза у меня майонез домашний вы же можете использовать магазинный но старайтесь брать майонез хорошего качества я все же рекомендую приготовить именно домашний майонез посмотрите какой у меня густой в конце этого видеоролика я обязательно вставлю свой рецепт вот этого домашнего майонеза не поленитесь приготовьте готовится буквально две минуты и он гораздо вкуснее ну и соответственно полезнее чем магазинный майонез ну что поехали берем терку на крупной терке натираю картофель и затем как я и говорила выкладываю на дно формы можно все конечно же разровнять аккуратненько вот так вот ложечка чтобы все было ровненько и равномерно сильно я его не приминаю вот так вот распределила и достаточно я предпочитаю именно вот слой картофеля немножечко подсолить чуть-чуть ну и конечно же смазываем майонезом вот так вот равномерно ляп-ляп по кругу по чуть-чуть и уже можно будет распределить майонеза на картошку чтобы она не было сухой я его прямо так вот не жалею чтобы у нас потом не вышло но суховато все это дело и теперь размазываю опять-таки я размазываю распределяю не будет сказать но сильно не придавливаю чтобы салат все же у нас был воздушным легонечко вот так вот раз раз готовится очень быстро казалось бы вроде бы слои да там повозиться нужно нет поверьте не намного дольше это чем вы бы нарезали этот салатик далее друзья я хочу заранее нарезать лук я его стараюсь нарезать как можно мельче то есть мелкий мелкий кубик еще раз повторюсь вы лук можете не добавлять если привыкли салат кушать без него вот так вот мелко мелко нарезаю я ему хочу заранее если его заранее немножечко посолить и добавить сахар чуть-чуть и пусть он постоит пока мы будем слои дальше своим укладывать он уйдет вся горечь он перестанет быть таким горьким добавляю немного соли и щепотку сахара и перемешаю пусть постоит затем я натираю морковь для того чтобы каждый раз досечку не пачкать и меньше нам посуды мыть я прямо вот так вот сюда в разъемную форму следующий слой натираю все делаю на крупной терке и теперь осталось морковку просто разровнять снова добавляю майонез теперь нам нужно подготовить огурцы так как у меня огурцы очень сочные особенно квашеные часто бывают что немного вот этого рассола впитываю то я их отдельно натираю на крупной опять-таки терке в отдельную тарелку и можно будет по необходимости их слегка отжать друзья я свои огурцы отжала чтобы не получилось так что наш салат поплыл что огурцы все-таки квашеные смотрите я добавляю немного потому что у меня не такие как бочковые и они довольно такие такие кисленькие солененькие ядреные чтоб салат не получился на слишком пересоленным я немножечко добавляю огурцов если у вас маринованные кисло-сладкие такие готовится с добавлением сахара то можете побольше добавлять сюда же сверху на огурцы я лук отправлю немного и снова добавляем майонез то есть каждый слой у нас смазывается майонезом теперь яйца яйца я разделяю отдельно желток отдельно белок если у вас яйца домашние будет гораздо лучше у меня не домашние поэтому желток не очень такой желтенький не яркий ну как есть затем следующий слой у меня идет желток можно на крупной терке можно на мелкой и проводим все те же самые манипуляции разравниваем и смазываем майонезом затем сверху высыпаем горошек консервированный дальше натираем колбасу на крупной терке и выкладываем форму и последним слоем у меня идут яичные белки мне хочется чтобы салатик был сверху беленький в принципе слои вы можете чередовать как вам угодно как вам хочется вот под настроение можно сверху сделать наоборот желточками будет желтенький как цыпленочек красивый мне хочется чтобы мой салат сегодня был как невеста белый все друзья мой салат готов я сверху белки яичные ничем не смазывала если хотите можно сделать такую легенькую сеточку майонезную сверху украшайте вот как вам в голову взбредет просто у меня это зеленый лучок по краю петрушка и в серединке это красная смородина у меня замороженная было в морозилке вполне для украшения годится можно морковочку можно что-нибудь можно тем же горошком зеленым консервированным украсить то есть на ваше усмотрение на ваш вкус далее я свой салат отправляю в холодильник чтобы он постоял хотя бы часик друзья прошло у меня около полтора часа я форму буду снимать аккуратненько нам не разъемная вот чуть-чуть вот так вот и и покручу и поднимаем аккуратненько и салат у нас отлично держит форму ну и теперь друзья показываю вам насколько красиво и празднично выглядит наш салат согласитесь гораздо наряднее чем обычный оливье я думаю что ваши гости будут точно восторге на этом я с вами прощаюсь готовьте с любовью готовьте с удовольствием всем приятного аппетита и до новых встреч но сейчас как я обещала я вам покажу рецепт своего вкуснейшего быстрого в приготовлении домашнего майонеза так что не переключайтесь до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»